Все испортило то, что я вышла замуж. Или ты свободна, или ты кому-то нужна. Вы физически делали все. Конечно, мои оргазмы. Я танчула. Мелошеская. Мне немножко стыдно. Он не занят, но он не хочет. Начинай с вами. Девушка же не из бед. Нет. Приехали, Алистина. Мы все тотально страдаем от одиночества. Ну и что ж там, у меня ребенок, ну матч ваш. Не буду тебе сейчас подыгрывать, я не считаю, что это классно. Мы так хотели сделать шоу, но в итоге мы просто набухались. Я обожгла язык кофе. Окей. Прикол. Всем привет, Василия. Начинай с вами. Это же самое, как в прошлый раз. Всем привет, ребята. Это Алена Веном и мои прекрасные подружания, с которыми мы наконец-то увиделись два года. Два месяца. Два месяца не диделись. Это все потому, что Эта улетела во Львов, я улетела в Дуб... Ого. Это потому, что я была на Бали. Кстати, оттуда я сняла отличный влог, который в теневом бане. Поэтому, ребят, перейдите, посмотрите, а влог реально супер. И сегодня у нас, наконец-то, второй выпуск девичника. На этот раз у нас вопросы, которые задавали нам вы, ребята. Мы решили, что так и будем делать, в принципе. Но от вас нам кое-что тоже нужно взамен. Оставь комментарий от четырех слов вот там. И чтобы это видео вылетело куда? В рекомендации. Ну да, туда. Чтобы эта рубрика жила, продолжалась. И давайте уже приступим к видео. Поехали. Простите заранее за наш тупняк, потому что мы давно не виделись. И мы уже забыли, как это общаться, когда тебя снимают. Или общаться с кем-то, кроме своего мужика. Да. Мы на очень разных стадиях отношениях. Вот это в отношениях уже фиг знает, сколько не замужем и не хочет, насколько я понимаю. Шесть лет. Я немножко в отношениях и замужем, а у тебя вот только, получается, начались отношения. Все вместе. Посмотрим на все эти вопросы с разных ракурсов. И потрепнем. Здесь где-то у нас замиксована разогревочная, а где-то просто чаек с водичкой. И случайно мы сейчас... Выберем не водичку с теклом. Чисто случайно. Если это делала Алена, то тут, скорее всего, может быть обманкой, и это все алкогольное. Или все чайное. Нет. Скорее всего, нет. Сейчас одна из нас будет выбирать случайный напиток и читать вопросик под ним. Давайте первая начнет та, кто, кто, что. Кто бегает на чевоте? У-е-фа. У-е-фа. Что у тебя надо? Бумага. У вас вот так показывали? Да. Алена, помоги. Так я выиграла. Задача начинаешь. Ну так вот, да, Медна, как я с тобой хлють, господи. Чей факт? Простите. Я взбодрилась. Чей факт? Мой? Или нет? О, боже. Сейчас прозвучат факты об отношениях или девочках. Нужно понять, чей именно. Мы должны угадать сами. Поехали, слушаем факты. Я не могу спать голая, мне неуютно. Только в штанишке, футболочке и в идеале носочки. Я думаю, это Аля. Я тоже думаю, что это Аля, да, да, да. В штанишке, футболочке, он очень плоскательный, чисто поэтому, ну и она такая вся комфик. Да, супер, это точно Аля. Физически мы с ним делали практически все, что можно только представить. Но мне нельзя целовать его шею. Это Алена. Да, как ты узнала. Мы физически делали все. Иногда мы смотрим плохие сериалы, чтобы орать на весь дом, какие они конченые. Это Даша, понятно, что это Даша. А какую, почему? Даже постановка фразы, вот реально. Орать на весь дом, а какие они конченые. Блин, ну это ты. Он не хочет, чтобы у нас был фэмили лук и всячески этого избегает. Всячески этого избегает. Это Аля. Да, он не хочет фэмили лук, я очень много распыталась. А если у вас ребенок родится? Я ему говорила, что когда у нас будет ребенок, у нас будет одинаковый лук. Он пытался, что никогда. Одинаковые плавки, купальники, тренд какой-то. Я тебя поддерживаю, нет, обязательно. Фэмили лук. Вода камень точит. Я по гороскопу рыба, девочки, вы мне сомневаетесь. То есть ты назвала своего мужика камнем? Иногда я очень сильно хочу, но не могу выпить со своим парнем. Это я что ли, но я этого не писала. Это ты. У нее парень вообще не пьет, никогда в жизни не пил. Точно, я в поле. Очень жалко. Да так хочется, знаете, вот как со своим пацаном, и так хочется со своим мужиком чуть-чуть прибухнуть. Это так весело, я просто знаю, насколько это может быть круто и как с ним было бы это круто. Но я счастлива, что он этого не делает, поэтому... Все, вы можете смотреть тупые сериалы и орать, как все. Смотря прошлый девичник, я все время думала о том, какие они обе офигенные, а я что-то туплю постоянно. Это я. Это я. Да вроде никто не тупил. Так это чей? Ну вообще моль. Мы с Дашей обсуждали, что мы тупим. Да, здра. Короче, самооценка. Я ходила на романтическое свидание с лесбиянкой. Это я. А я тоже ходила. Да? Да. Может мы просто вдвоем на свидание сходили? Нет, я ради интереса просто сходила. Я тоже ради интереса, ничего не было. Рассказала, как там у них все устроено, подарила шоколадку. А мне не нравился кекс в прошлых отношениях, поэтому я пошла на свидание, чтобы типа, если что, это была неизменность. Девушка же неизмен. Но мы не сошлись. Ничего не было. У нас есть кодовое слово для ухода с любой вечеринки. Блин, это вы по-любому. Вы такие типа... Какое у вас слово? Скажу, это их кодовое слово. А у нас соленый огурец. Ты заметил в салате соленый огурец? Или правда сюда бы пошел соленый огурец? У нас тоже куча слов. Причем соленый огурец одно из самых распространенных слов. Да? Я тебя тоже офигела, потому что это когда мы встречались там где-то года три, и я тоже говорю огурец, соленый огурец. Такая же тема, это знаете... Придумаешь, что-то оригинальное огурец соленый. Да, и все на вечеринке ходят такие, что-то огурцов доху... Я умею становиться на мостик. Я умею становиться на мостик. Это йог наш. Ты? Я не умею становиться, честно. Сейчас покажу. Ребята, теперь то же самое задание для вас. Вот здесь вы сейчас видите три факта. Ваше задание угадать, какой факт принадлежит каждой из нас. Написать в комментариях. И кто правильно угадает, рандомно получит от меня приз. Раз, два, три. Только честно, что делаешь такого, что не делаешь при нем? О, что? Жопу чешешь. Ну, это зачем? Можно и при нем это сделать. В смысле, вы что не чешете жопу? Это же нормально. Я нет. Я тоже нет. Не, ну, смотри как. Я так долго в отношениях, что мы, типа, наверное, все уже делали. И в туалетру при друге ходить? Ну, да. Не так, чтобы, типа, эй, смотри. Но иногда, чтобы не прерывать разговор, мы можем это просто с открытой дверью. Я так с сестрой. Я, правда, по-большому, конечно, так не делаю. И это, типа, it's not a key for me. But, если ты, типа, писаешь, почему бы и не пообщаться? Я водичку включаю до сих пор. Я тоже включаю водичку. Я просто это все. Это не помогает. Это начальная стадия отношений. И потом, когда уже проходит... Нам две года скоро. Нет, честно, у меня тоже один раз так было. Ты так это представляешь? Как будто бы я сижу на картах, а он тебе между ног тоже вот так. Да, да, да. Это, типа, это next level. Это следующий уровень отношений. Но мы близко к этому, я так чувствую. Расскажи какой-то внутренний прикол в ваших отношениях, которые понимаете только вы. Монатонный внутренний прикол. Игорь, прости, я расскажу. А у вас бывало такое, что вы, типа, целуетесь, а потом вы кричите друг другу в рот? Нет? Нет. У нас недавно было такое, что я говорю, а покажи, как с тобой самые ужасные целовали. Тебя, знаете, вот ты, типа, опробуй самые ужасные поцелуи, которые с тобой в жизни происходили, и ты начинаешь просто показывать на человеке, как с тобой мерзко целовали. Это что-то с языком полябом. Или знаешь, когда вы целуетесь, и ты начинаешь вдувать воздух в рот, и ты так... Он очень часто делает какие-то милые такие штуки, но это не тот внутренний прикол, который вы хотите. Он такой прикольный вообще. Давай я расскажу. Раньше у нас была штука, что если кто-то друг другу предлагает огурец, в любой ситуации мы обязаны откусить. Я не знаю почему, просто обязаны. А, у нас еще один есть прикол, можно я расскажу? Давай. Это еще с начала отношений появилось, и до сих пор. Когда он видит меня, когда я переодеваюсь, или как-то в каком-то виде, так он привлекательный, но у нас нет времени ни на что сейчас, ни на какой интим, он начинает отсчет от десяти. Он смотрит на меня такой, ten. И когда он доходит до единицы, если я не успеваю одеться, или скрыться с его взгляда, то мы никуда не идем и опаздываем. Вот. А потом он говорит 10, 3, 2, 1. А ты нифига не выпила? Да, точно. А еще я вспомнила, как он из прикола. У нас приколы тоже прикольные, прикольные. Мы всегда поворачивали, ну по крайней мере зимой, когда был гололед, только дрифтом. Не знаю, что он. Он, мы, мы, у нас здесь прикол, мы смеемся с Тведи, как всегда, когда он жирный кот наш, такой, хочет кушать. И мы такие, смотри, он какой смешной, толстый. Я сейчас скажу, честно. Я вспомнила наш прикол, девочки, у нас есть все-таки прикол. Это огурец? Однажды. Каждый раз, когда он заходит домой, я что-то делаю, как правило, я уже дома. Он приходит постно, и когда я слышу, что закрылась дверь, я, например, вот пила, я делаю так, и подхожу так тихо к стене, опускаюсь, где-то прячешься, он заходит, чтобы он не знал, в какой комнате, и в какой-то момент я выскакиваю, его пугаю, или хватаю за ногу, и у него такая фишка, что он должен выкупить, где я, как я хочу его напугать, и он меня должен, типа, обмануть, чтобы меня напугать. И обычно у него получается, он, типа, хлопает дверью, или где-то там пошуршит, как будто он куда-то пошел, и замрет. Я такая сижу, 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 и в какой-то момент выглядываю, и он начинает смеяться. Да, это прикольно. У вас такие милые отношения, такие, типа, в худи отношения, уютные. Прикольно. Одно из двух! Воу! Да ладно? Видите, это шоу? Вы по очереди выбираете одно из предложенных двух. Алена, а что же там дальше? Смотри. Ого, как интересно стало. Вы по очереди выбираете одно из двух. Вот это ты озорница. Даша, ты слышала, что ты сказала? Слушай, такое интересное шоу. Время на раздумья нет, отвечаем сразу. По очереди. Даша начинает. Красивое лицо или красивое тело? Все, надо выбрать. Тело. Трата на тебя или твои оргазмы? Конечно, мои оргазмы. Умеет зарабатывать или смешно шутит? Боже, конечно, смешно шутит. Без этого вообще никуда зарабатывать, можно научиться. Да. А шутить нет. Да, кстати, спасибо, что мы нарезали. Кривые зубы или плоскостопие? Кривые зубы. Ревнивый или очень экономный? Ревнивый. Движовый или домосед? Почему? Мне так сложно выбирать. Домосед, я буду движевать. Тусуется с друзьями или гиперопекает тебя? Тусуется с друзьями. Носит уродские вещи или носит уродские усики? Вещи. Прыщи на лице или на жопе? На лице. Почему? Лицо можно помазать кремом и вылечить прищи, а жопу как-то кремом будешь мазать? Ну да, а что? Ходить голым, это неудобно. Узнаешь, что у него долги или узнаешь, что он гей? Долги. Чайлд-фри или Альфонс? Говоришь, тебе сложно выбирать? Если остается скалер, то чайлд-фри, если не остается, то пусть Альфонс будет. Много смотрит тик-ток или много порно? Блин. Тик-ток, если он не пересылает то есть это смешное. Русский рок или русский рэп? Русский рэп. Он хотя бы есть. Русский рок. Да, да. Спасибо тебе, что ты русский. И спасибо за то, что ты рок. У него новая альбом 11-го числа, это не реклама, извините, просто я его очень люблю. Вырезаем. Но здесь могла бы быть ваша реклама. За бартер. Если вы хотите, чтобы на этих шикарных телесах блестело. Блистал ваш. Ваша прекрасная одежда, ваш прекрасный бренд. Мы готовы обеспечить вам прекрасные конверсии. За ваш прекрасный гонорар. За ваш прекрасный рок. Мы так хотели сделать шоу, но в итоге мы просто набухались и попиздили. Вот ребята посмеются, подумала я, когда делала. Ну мы посмеялись. Мне немножко стыдно. Все хорошо. Ну совсем чуть-чуть, если честно. Ребята, теперь хихоньки-хахоньки закончились. Сейчас у нас будут серьезные вопросы, которые задавали вы нам в инстаграме, за которые вы голосовали. Поэтому каждый предмет... Я сказала хихоньки-хахоньки закончились. Каждый предмет олицетворяет тему, которая написана в этой карточке. И сейчас кто выберет? У кого длиннее ногти? Показывайте свои ногти. Окей. Не стыдно, мы ничего не покажем. Давайте вот это. Первые шаги к парню со стороны девушки. Надо, не надо, какие, что делать, если нравится. А я делала очень много шагов. Я тоже делала и заканчивалась так себе. Это всегда фигня. Если чувак не решил и он не хочет быть с тобой и ничего для этого не делает, он тебе не нужен. Но со стороны парня девушка, она его должна привлечь сначала, а потом, ну как бы... Так не она должна привлечь. Ты ему или нравишься, он хочет быть с тобой и все для этого делать. Когда девочки говорят, ой, там он не может ко мне приехать, он занят. Он не занят, малышка, он не хочет. Если он хочет, он приедет. Я думала, находила оправдание, делала слишком много шагов на встречу и в итоге сейчас у меня идеальные отношения, в которых я вообще не понимаю, как могло быть иначе. Он меня выбрал, ему это надо и он все сделал, чтобы мы были вместе. И только так должно быть. Ты достойна только такого отношения. Есть ситуации, когда ты его поддерживаешь, нужно сыграть все-таки в игру девушке, помочь ему себя завоевать. У меня, правда, немного другая ментальность. Мы все-таки выросли и воспитаны так в нашей культуре, что мужчина это завоеватель, женщина это жертва, которая дает себя завоевать. Но я помню, что вот я Дерруну написала первое. Его это никак не смутило. Я еще ему предложила за него заплатить. Есть два пути развития отношений. Я ему, блин, на первом свидании в лоб вот так вот говорю. Мы можем играть в игры и мы можем говорить все другую откровенно. Мне игры вообще не интересно. Я хочу, чтобы у меня были откровенные отношения, чтобы мы говорили прямо друг к другу. Если сначала оно не коннектится, а тебе нужно как-то изворачиваться, то это уже не то. Наверное, еще зависит от твоего целеполагания. Была ситуация у меня один раз в жизни я запикапила чувака, когда я сидела, мне было грустно, я была с подружкой, он сидел в кафешке. И он мне понравился внешне. Я такая думаю, почему я, типа, не могу это сделать? Я ему написала записку, передала студентам. Я такая, типа, ты прикольный, го погулять. Он мне на самом деле не очень понравился, он-то прикольный, просто он, как парень мне не подошел. И я такая, блин, извини, сначала морозится, потом полез целоваться. Я такая, уооо. У меня такая же ситуация была как с Алей, там мы с девчонками стоим, охренеть, какой мужик это додорило, додорило было. Красавчик такой, все, блин, я пошла, взяла. И потом поняла, что оно мне нахрен не надо, я вообще с ним даже не хочу общаться. А если для тебя ставки высоки, если это для тебя, не только внешне, если ты целишься на отношения, то тут все-таки должен быть вот такой вот какой-то коннект, где все идет не через силу, где тебе не нужно выпрыгивать из трусов и доказывать что-то. Мне нравится одна фраза, я знаю себе цену, и сегодня я по акции. Вот так делать не надо. Так не надо. Исходимся все-таки на том, что не кушать, то есть из 100%, я бы сказала, процентов 20-20. Не делать больше, не выходить за свою зону комфорта. Твоя интеграция в его жизнь должна быть нативной. Если ты уже понимаешь, что с этим человеком стоит делать отношения, то можно сделать первый шаг, но если нет фидбэка, то просто не стоит. Когда у меня закончились одни из моих отношений, я думала, все, больше я не найду. Это был настолько идеальный человек, я просто разбита была. Кто это был? Ааа. Я думаю, я реально искренне думала, что это конец моей жизни, я буду несчастлива в личной жизни. Но это настолько оказалось неправдой, и я сейчас понимаю, насколько круто, что произошло это в моей жизни. Потому что меня ждало вот это. Вообще не надо ни вот так, ни вот так. Прямо и охеренно. Вот так вот зашло в первый же день. И все хорошо. Если тебе нравится, парень, что можно делать? То, что я помню из того, что я делала и работала, это никогда не передни выпрыгивать из трусов. За это мне стыдно. Это единственное, что я вспоминаю. Мы шли, короче, оформлять мне машину, я каблуки одела и платье. Я помню это. Просто пипец, нахрена. Не слишком нарядно, он не спалит, что я для него? А мне другая подружка еще на ухо сыт говорит, типа, ты женщина, праздник, выходи в красном, выходи с кудрями. Твоя задача в жизни, это обуздать мужчину, и все, и ты реализована. Мне это вообще не близко. Я вообще не близко. Я люблю мужчину, это говорите. Нормальные, классные отношения. Всегда приходит как-то гармонично, и тебе не надо вот это вот все делать, дичь. Как говорила Даша, нативная интеграция. Это как рыбалка, ты забрасываешь удочку, и ты ждешь. Если не клюет, похер. Если клюет, твое, супер. Наверное, когда ты наполняешь себя, и ты прям блещешь этой энергетикой, любовью к жизни, к тебе прям, знаешь, вот как пчелы на мед. Если ты наполнена, ну тогда тебе уже нахер никто не надо, если ты реально наполнена. Тогда они к тебе клеятся, потому что они хотят часть этой энергии. Тебе не нужно ничего делать сверх, потому что они просто сами притягивают. Если ты живая, ты наполнена энергией, то тебе не нужно вообще не прикладывать никаких усилий для того, чтобы на тебя обратили внимание. Когда тебе уже не нравится парень, и ты перестаешь его питать своей энергией, он такой типа, эй, а че? Или там только у тебя становится все нормально, бывший тебе пишет. А как дела? Потому что ты перестала отдавать ему эту энергию. Факт. Как понять, что он тот самый, когда стоит замуж? Алена, Даша, объясните. Вопрос к тебе вообще. Я поняла, что он тот самый, потому что я посмотрела к нему в глаза и утонула в них. Ладно, шучу. Я смотрю на то, подходит ли мне человек по ценностям. По всем. Мы очень много разговариваем. Я смотрю на какие-то ситуации. Если я вижу, что ценности мне на 100% подходят, взгляды на жизнь у нас совпадают. Я понимаю, что я его поняла, как он устроен. Мне это подходит. Все, что остальное происходит сверху, это уже какие-то моменты, знаешь, что мне что-то в себе, в своей жизни не нравится. Я начинаю докапываться. Я позитивный человек и очень иногда активный. И мне важно, чтобы люди рядом не абьюзили. Вот бывают люди плюсы, бывают люди минусы, бывают люди нулевые, типа вот ноль нагрузки. Худшее, что может быть, это минус, когда человек ворует твою энергию, твое настроение, гасит твои инициативы, и ты с ним забиваешься. Хорошо, когда ноль, когда вот все, ну, как минимум не хуже. Идеально, когда плюс, и вы вместе растете, развиваетесь. Я посмотрела со стороны на себя и как поменялась моя жизнь с этими отношениями и поняла, что я выросла очень много где. И вместе я чувствую, что мне на все все равно. Мне все равно, где я живу, что у меня есть, чего у меня нет. Чувствую, что мне классно, что мне это подходит, что он тот самый. Когда стоит замуж, я не знаю. На самом деле, мне все равно. И это произойдет завтра, или это не произойдет никогда. Для меня это ничего не поменяет. У нас такая ментальность, что нас воспитывает, как будто бы для того, чтобы стать кем-то, чтобы тебя выбрали, и ты вышла замуж. Тебя никто замуж не возьмет. Когда, да, когда ты вышла замуж, все, ты как женщина реализовалась. Теперь ты можешь, сколько хочешь, стирать, убирать, вывозить. Охер, тебя взяли замуж. Это круто. У меня это было сначала эмоционально, то есть у нас сразу, первый день, произошел вот этот коннект, для меня это точка входа, химия и коннект. Это не так на самом деле сложно, очень много людей могут на это подойти. А потом уже, я прям практически подходила к нашим отношениям, потому что очень многие на химии и коннекте сразу прыгают в отношения, и потом получается такая херня, получается очень много проблем в отношениях, которые не были увидены, потому что химия. Потом он меня просто выбрал, потому что выбрал на чувствах, а у меня пошли потом проверки. Целый список. Это не должен быть абьюзер, это не должен быть жадный человек. Я его проверяла на все это, я прям практически подходила. Для меня вот принципиально важно вот это, вот это, вот это. И он прошел вот эти вот все тесты, прочекала все его тараканы. И после того, как я поняла, вот это мне не нравится, вот это меня устраивает, могу ли я мириться с тем, что мне не нравится. Могу, все. Тогда я поняла, что это мой человек, и я готова замуж. Вы должны понимать, с чем вы можете согласиться, если вы вступаете в отношения с целью исправить человека. Человек такой, какой он есть, либо вы его таким принимаете, либо не принимаете. Если не принимаете, то не за что держаться. Изначально берите, берите человека, зная, что он не поменяется. Если он потом поменяется ради вас, и причем не потому, что он считает, что он вам должен, а из избытков, а не потому, что вы пытаетесь это взять. Тогда классно, он поменялся, спасибо большое, это еще плюсик. Да, абсолютно точно. У меня вопрос, не от подписчиков. Как изменились твои отношения после замужества? Я помню, что у меня был страх второго брака. У меня было почему-то ощущение, что все испортило то, что я вышла замуж. То есть свадьба все прям испортила. Я помню, что я Дереллу говорила, слушай, ну я не хочу замуж, потому что как только мы женимся, мы обязаны. Мы уже друг от друга не можем уйти. Так-то мы друг с другом, мы как парень и девушка, мы развлекаемся, нам хорошо вместе. Зачем что-то менять? А он говорит, слушай, отношения портят не штамп в паспорте, а люди сами. Да. Люди, ситуации, которые вы не решили, проблемы, которые вы не проговорили. Дефициты, которые вы не восполнили и пытаетесь восполнить через другого человека. Это принципиально важная история. Это тоже очень важно прорабатывать в себе, понимать, какие дырочки в своем сердечке вы затыкаете мужчиной. Ничего не поменялось именно после кольца. Поменялось после каких-то знаковых событий в наших отношениях. Опыт делает ваши отношения цельными, серьезными и важными, а не кольцо на пальце. Это вообще ничего не значит. Раньше у меня было такое мнение, наверное, что после свадьбы у людей пропадает мотивация проявлять свою любовь, стараться улучшать эти отношения, потому что они уже как бы и есть. А потом я поняла, что это может иначе быть воспринято, когда это настоящая какая-то любовь, людей, которые внутри развитые, открытые, сильные, то не влияет свадьба, ни на что. Это больше как обещание друг к другу быть еще ближе, больше любить друг друга, всегда поддерживать. Я думаю, зимой клубник оделась. Вот такие как вы друг к другу близкие, вот других таких близких людей, ну, может и не быть. Перед тем, как познакомиться с парнем, с которым я сейчас встречаюсь, я такая думаю, да пошло оно все. Мне казалось, что все люди очень другие и мне никто не подходит. И если я буду с кем-то, это будет компромисс и жертва с моей стороны. Я не понимала ради чего. И мне повезло найти те отношения, в которых я не чувствую, что я чего-то жертвую, потому что он оказался таким же человеком, которому никто не подходил до меня. Но ты приехала в другой город. Для меня это капец как много. Я вот почувствовала, как будто я замуж выхожу, когда я с Киева переехала во Львов с котами, с вещами. Я сидела на чемоданах и ждала, когда он за мной заедет забрать вещи. И такая думаю, вау, приехали, Алистина, поздравляю. Это было очень для меня знаково. Все, что будет дальше, я уже пережила тот момент и дальше это уже. Как ты поняла, что он тот самый? Что значит тот самый? Что ты вкладываешь в это понятие? Ну вот ты с ним уже 6 лет. Ты не хочешь ничего другого? Нет, не хочу. Есть моменты, которые сложные. Есть моменты, без которых ты думаешь, блин, да моя жизнь вообще по-другому пошла и вообще стало бы намного сложнее, неудобнее. И вообще, что бы со мной было, если бы не он? Есть разные модели отношений, есть разные уровни близости. Вот насколько, вот допустим, ты представляешь свою близость со своим мужчином. Вытянутая рука это вот такой уровень близости. Насколько ты вот представляешь вот по вот этому уровню от вытянутой руки до самого близкого своего мужчину? Ну мне кажется, даже когда мы максимально физически близко, это недостаточно близко, хочется еще ближе. Ага, то есть вот так, а ты? То есть там, было вот так, было вот так, было и вот так, вот прям вот типа цельно, когда ты вот настолько типа сливаешься с человеком, что уже не видишь особой разницы между вами. Вами, да. Вы просто вместе, вместе духом прям, да? И тут созависимость, привет. Я начала искать и пробовать найти себя снова, потому что я себя вообще потеряла максимально. Когда произошла эта сепарация, в близких отношениях вы обречены быть созависимыми, это нормально. Я поняла, что вот эта модель отношений, когда я и он, и вот эта модель отношений, когда она цельная, она меня не устраивает. Я поняла, что я, он, и вот посерединке мы. Посерединке 50. И вот так должно быть. Это идеальная модель отношений для меня, потому что, когда вот так, ой, нет, мне тесно. Каждый должен быть личностью, это принципиально важный вопрос. Ну да, нужно разделять я и он, потому что если вы вместе, ты уже требуешь от него, как от себя. Да? К себе мы очень критичны. 100%. Это ненормально требовать такого человека. И ты с собой хотя бы можешь договориться, потому что ты понимаешь мотивацию, зачем я это хочу, почему мне так нужно изменить, если там у меня болит голова, я это говорю, у него начинает болеть голова. Иллюзия того, что люди могут быть независимыми в отношениях. Или ты свободный, или ты кому-то нужный. Созависимость это нормально, она есть духовная и эмоциональная. А если это как личности созависимые компенсируют друг другу что-то, вот это уже плохо. Я не считаю, что у нас плохая созависимость. Я возьму этих двух голубков. Сейчас многие жалуются на отсутствие друзей и одиночества. Как у тебя с дружбой и общением? Это даже, кстати, не мое мнение. Я вот недавно читала, по-моему, в книге Курпатова о том, что это бич 21 века, что люди становятся одинокими и асоциальными. Сейчас все можно найти в интернете. Тебе, в принципе, люди не нужны. Доставка еды есть, работать можно на удаленке. Наши нейронные связи не так уже запрограммированы на то, чтобы искать себе друзей. Поэтому мы все тотально страдаем от одиночества, потому что мотивации никакой нет. Я на самом деле очень благодарна за друзей, которые у меня есть с детства. И вот мы с тобой сколько уже дружим? Ну, долго. Долго. Несколько лет. И с тобой тоже долго, довольно. У меня есть подружка Аня. Я прям сознательно, зная, что я человек, которому нужно общение, как и мы все, я прям иногда заставляю себя, даже если мне не хочется, я не чувствую, писать и встречаться, когда мне так хорошо в своих отношениях, мне, в принципе, комфортно. Я знаю, что я просто нахожусь в зоне комфорта, а потом мне вот как стрельнет, и я понимаю, что я одна. Поэтому я прям иногда прописываю прям себе в планах, что встречаться минимум с двумя людьми в месяц. Отвечать на сообщения. Отвечать на сообщения. Да, я пытаюсь себя научить, я знаю, что у меня это жесткий прогон в этой теме. Нет, не все. Ты тоже не отвечаешь на сообщения. В большинстве следующем я отвечаю очень быстро. Просто суть в том, что когда... Это неправда. Я отвечаю на рабочие иногда быстро. Ну, на рабочие. Рабочие, это прям срочно. Когда у вас в отношениях установилось, что это нормально, отвечать медленно, и оно сложно вернуть назад это. Поэтому, знаешь, алло, все, я тебя бронирую на завтра, на вечер. Не обсуждайте. Вот только так можно встретиться. И на самом деле это сложно изменить, потому что так много чатов. Иногда ты просто хочешь спрятаться, закрыться, просто не трогайте меня. Я вас люблю, но у меня стрёмно, вы мне все пишете. В моей жизни были разные этапы эволюции, одиночества. И раньше мне казалось, что я очень сильно одинокая, что у меня есть какие-то друзья, но у нас нет какой-то близости и все такое. Потом я поняла, что человек, в принципе, не может быть одинок, потому что он всегда часть чего-то большего. И даже если мы не можем высказать наши чувства, мы всегда близкие, потому что мы люди и у нас внутри вот что-то есть, что нас объединяет, что-то, что заставляет наше сердце биться. Это если говорить красиво, а если говорить обычным языком, то много людей, которые хотят дружить и еще больше людей, которые не знают, как дружить. Я чувствую, что у меня есть друзья. Я переехала, в первое месяц я поплакала, потому что у меня было очень много статуса друг на людях, который на самом деле не друг, а знакомый. И с дистанцией я поняла, что некоторая дружба, некоторые отношения абсолютно никак не меняются от расстояния, а другие исчезают, как только вы перестаете пересекаться по одним рабочим плоскостям, например. Это тоже здорово. А есть ли такая штука, как химия между друзьями? Вот, допустим, мне нравится пару человек, я там смотрю, это человек плюс, он мне интересный, он движовый, он умный, я бы хотела, в принципе, с ним быть друзьями, но как будто у нас вот не идет. Вот вроде и он готов со мной дружить. Знаешь, вот типа мы согласовали, я готов с тобой на дружбу. Ну вот блин, не встречаетесь вы, вот не списывайте. Потому что уровень близости все равно, ты же понимаешь, что как бы тебе не нравился человек, как бы ты ему не нравилась, все равно нужно время для того, чтобы вот пробить эту стену близости. Бывают разные люди, бывает такое, что просто у вас внутри не совпадает, у тебя чего-то в избытке, у него в избытке, и вы просто отталкиваетесь, и все. А бывают люди, с которыми, знаешь, ты их любишь, ты считаешь, что это твой друг, чаще там, чем раз в полтора-два месяца, потому что вам слишком часто. Ну знаешь, это не та дружба, чтобы обсудить бытовые моменты, типа, ой, глянь, я купила клубнику, прикольно, вот такие темы заканчиваются. Вы говорите о чем-то глубоком, а таком каждый день можно и не общаться. И от этого вы не станете меньше друзьями, ты можешь на него рассчитывать, он тебе знает, как просто облупленного. Это тоже нормальный вариант дружбы. Мне нравится разделять, что у меня нового, с человеком, вот с глаза на глаз, когда вы уже встречаетесь, когда вы уже имеете непосредственную связь. Через переписку не знаю, мне вообще никак, я не чувствую человека, я не понимаю, с какой интонацией он это пишет, с какой интонацией он хочет мне что-то сказать. Тем не менее, мы с тобой встречаемся очень редко. Вот у меня иногда, поправь меня, если я не права, было ощущение, что был период, что если бы я тебе не писала, мы бы с тобой вообще закончили общение всякое. Ну это такая тема, у меня все, как бы, друзья, которые меня знают, у меня сестра, мои родители, они все прекрасно знают, что я не звоню первая, но я в этом очень сильно нуждаюсь. Всех такие моменты часто бывают, когда ты понимаешь, что вот у тебя какой-то такой пи***, тебе нужно с кем-то это поделиться. В этот момент я задаю себе вопрос, а что мне на самом деле нужно, там, поддержка, опора, нужно ли вот человеку, которому я сейчас позвоню, который весь в делах, вот это вот все слушать, чтобы мне стало легче, я не готова тратить его энергию на это. Я просто этого не делаю. тратить ее или нет, я думаю, ты уже нагнула себе, звони, говори, я тебе говорила, набирай меня. Да, я знаю, что ты говорила, и ты такая, ну, наверное, у них там свое настроение, это уже, да? Так тебе тоже самое говорили, и ты тоже не пишешь, ты мне недавно говорила, что я сам посередине, что я сам посередине хочу. Всех такая тенденция, мы не хотим напрягать других людей, хотя нам нужно, и мы не против для других людей сделать то же самое, потому что мы сами сознаем, но уже тоже это нужно. Да. Я только по отношению к тебе могу проявлять инициативу, тоже по отношению к тебе, потому что у нас уже там вот эти вот стены, они все пробиты, мне кажется. По отношению к другим людям, я тоже думаю, это что я их буду напрягать, а я не буду писать, хотя мне надо. Да, и мне недавно было прям очень надо, и я не знала, кому позвонить, потому что я думаю, так, тебе, у тебя там прям вообще ребенок. Ну и что же там у меня ребенок, ну мать ваша, что меня похоронили после того, как я родила? Нет, суть не в том, что похоронили, а суть в том, что мой уровень важности моей проблемы, звучит оно как-то типа, типа, и что, ну успокойся, иди там. Мы никогда не обесцениваем эмоции друг к другу, вот с вами тогда мы встречаемся, мы их поддерживаем, а вот свои обесцениваем, поэтому важно обозначить, что этот момент, обесценивая себя и свои проблемы, ты в ней закостеневаешь, всегда надо звонить, обращаться и не стесняться. Если человек один раз тебя проморозит, ты успокойся, будешь знать, что проблема не в том, что твоя проблема неважная для него, а в том, что он просто не подходит, не хочет, а это неплохо, сколько раз мы друга проморозили, ну ни разу, когда важные вещи никогда не морозили. У меня нет нужды в поддержании постоянного контакта, потому что у меня это ощущение, что мне одиноко, мне не хватает друга, вот последнее время у меня появилось так, что мне очень целостно, и друг мне не нужен для того, чтобы затыкнуть вот это ощущение фона, а для того, чтобы будет более глубоко, знаешь, пообщаться, типа девчачья хрень, чтобы разгрузиться, повтыкать, посмеяться, как-то классно провести время, я писала тебе, кстати, у нас должен быть чат с вами, мы должны куда-то поехать. Я создавала, у нас есть чат, я даже туда кидала мне масло, и с ним никто не смеялась. Алена, я смеялась, Ален, ты ни одного сообщения не отправила в этот чат. Я реально, я отвечаю по работе. Человек, который хочет и общаться. Да, мы все так. А вот что делать, если у тебя реально нет друзей, насколько я чувствую себя привилегированной человеком, потому что у меня есть друзья, я знаю людей, я знаю, кому позвонить, я знаю, что мне есть на что опереться, даже когда мне слишком плохо или когда мне очень хорошо. За меня человек тоже может порадоваться, не позавидовать, не преуменьшить мою радость, а наоборот ее приподнять и придать ей значимости. Это важно. Ну, ты знаешь, это твоя заслуга. Это вот как в Библии написано, я за некоторые цитаты в Библии, если хочешь иметь друзей, будь сам дружелюбным. Да. Мне кажется, это самое лучшее объяснение. Это значит, ты смогла, вложила свою лету в то, чтобы вы прошли через какое-то дерьмо. Мы прошли через дерьмо. Да, мы прошли через всякое. Сложно проходить, сложно проговаривать вопросы. Как же сложно, но вот сложные разговоры, нужно выходить на эти сложные разговоры. Нужно, вот как в отношениях с молодым человеком, так в отношениях с женской дружбой, в нашем случае. Даже в отношениях дружбы это тоже труд. Если ты долго с человеком, если ты понимаешь, что твоя душа к нему вот как-то вот по умолчанию расположена, можешь быть открытым, откровенным и искренним перед ним. Мне кажется, нужно держаться за этого человека. Нельзя отношения вот так, отпускать будет, что будет. Нельзя так, потому что в какой-то момент в 25, в 30 лет ты такой проснешься, такой, а где все люди, которым я вообще был, хоть как-то чувствовал. Что делать, когда реально одиночество это не выбор, а одиночество это последствия? Мне кажется, у всех есть страх отказа. Вот как страх писать ли первой парню. Если тут мы сошлись в принципе на том, что не особо стоит, то в плане дружбы я думаю, что все-таки стоит. Люди, они все со своей вселенной. И чем больше ты можешь соприкоснуться с другим человеком, тем как бы, ну по сути, разве тебе ты. Не всегда. Иногда ты понимаешь, что человек, ну исчерпался. Ну, такие люди, да, и отпадают. Сколько друзей, которые проявляли просто отваливаются. Но мне просто неинтересно. Вот я себя просто учу находить что-то интересное в людях. Кто-то в чем-то лучше, чем я. Не знаю, Алена, на выражение, когда мы сидим или с кем-то общаемся, кто-то что-то рассказывает и видно, что типа для него это важно. И Алена такая Да, есть. У меня есть определенное выражение лица. Да, я такая Да, но ты настолько типа лояльна. Мне это так всегда потрясает. Твое выражение лица выкупается нам, потому что мы тебя знаем. Хорошо, что они все меня выкупают. Да, да, заканчивают. Я спократнела, чтобы обе это видели. Человек, который тебя слушает, он такой Да, ты позволяешь ему раскрыться, ты его слушаешь. Я познакомилась с одной девчонкой, когда нам было где-то, по-моему, 14-15 лет в лагере. И мы дружим до сих пор. Она, правда, уже спустя время с родителями приехала в Австралию. Там у нее мама ушла замуж и она осталась там. Мы писали друг другу письма. Мы раскрывались в этих письмах, знаешь, как маленькие, типа, если знаешь. Но нам казалось, что мы очень взрослым говорили о таких серьезных вещах. И недавно я просто шла, думала о дружбе, о том, сколько на самом деле людей знает, какая я есть. И я поняла, что в числе очень немногих людей, наверное, одно из первых мест, это вот эта вот девочка. Она меня знает, что когда мне что-то плохое, я закрываюсь, мне тяжело об этом говорить. Я не отвечала по 4 месяца. Я приходила, говорю, Чикуль, прости, ну ты знаешь вот эту мою фишку. Типа, если у тебя нет позитива, дать человеку ты не даешь ничего. Да, и спустя года вот мне проходит этот период, у меня все становится классно. Я ей говорю, слушай, у меня такая новость, я там встречаюсь с каким-то парнем, там до Игоря было, и она так на меня смотрит, и такая, типа, ну ты же понимаешь, что я не буду тебе сейчас подыгрывать, и я не считаю, что это классно для тебя. И поэтому, когда я понимала, что я делаю какую-то дичь, я ей просто ничего не рассказывала, как маме. На самом деле, это реально прикольно, круто и ценно. И вот если говорить о том, что проблема в 21 веке, что мало общения, мало друзей, лучше иметь несколько друзей, но постоянно и долго. И я вижу, что адекватные классные люди, которые здоровы внутри, у них есть дружба. Это умение разруливать конфликты в первую очередь, и этому нужно учиться самому. Это еще умение принятия, то есть принимать другую точку зрения, абсолютно другие решения, с которыми ты можешь быть максимально не согласен, но ты такая, да, окей, если ты так думаешь, что это верно, я с тобой соглашусь. Опять же, подавлять свой эгоизм, как в окружении. А у вас было такое, что ты хочешь встретиться с человеком, ровно до того момента, как ты выходишь из дома. А потом такое, зачем я поставила? Ты становишься ближе к выходным. Это Алена, и она все решила. Алена никуда не пойдет. Долго не видела себя с человеком, а потом такой, блин, прикольно встретиться, а потом ты с ней встречаешься, а, блин, я вспомнила, почему я с тобой так долго не виделась. Окей. Такое тоже бывает. Я помню, была ситуация, что я с тобой встретилась после того, как мы с тобой давно не встречались, и я очень устала, то ли я работала, то ли я эмоционально во что-то очень сильно вложила и пришла пустая на нашу встречу. И ты такая, что ты там рассказываешь, что ты там, как у тебя там дела, а я понимаю, что я никакая, у меня пустые глаза. Какое же я чувствовала просто огромное чувство вины, что я пришла и тебе вообще ничего не отдала. Я еще звонила и как будто извинялась за то, что я пришла такая не в ресурсе к тебе на встречу, и как же мне было, блин, какие-то моменты, я понимаю, о чем ты говоришь, что пока я не наполнена, мне нечего дать, мне даже не хочется приходить на встречу или звонить. Потому что не хочется быть человеком минус. Прикол дружбы в том, что тебя могут принять и таким, и таким, и пустым, и наполненным, и это тоже, блин, ты, и это нормально. Как понять, что он тот самый для первого раза и как подготовиться морально тоже? Помойся. Кто ответит? Помойся. Ребята, напоминаю вам, что в комментариях вы пишете, где чей факт и получаете от меня подарочек. Также, если вы хотите, чтобы эта рубрика жила, напишите больше четырех слов в комментариях. Комментарии больше четырех слов! Ей! Поставьте лайк под это видео, вот наши ссылочки, на которые тоже можно как бы подписаться. Ну и спасибо большое, что посмотрели это видео до конца. Мы вас любим и целуем. Пока!